В роддоме третьей городской больницы первая на свет появилась девочка. Малышку назвали Софией. Рождение первенства в День Конституции для молодых родителей стало настоящим сюрпризом. По прогнозам врачей, малышка должна была родиться позже, рассказывает мама новорожденной. Конечно рады. Нам ставили срок чуть попозже. Родили на две недельки раньше. Спит еще в основном спокойненько. Осознание, конечно, того, что это День Конституции, еще дополнительный праздник, только усилило, наверное, радость от ребенка, когда услышал первый крик, понял, что вот она, теперь отец. Всего в роддоме третьей городской больницы 28 июня на свет появились 8 маленьких граждан. Из них 6 девочек и 2 мальчика. Это в два раза больше в сравнении с Днем Конституции 2010 года, рассказывают врачи. Родители малышей надеются, что такая дата рождения принесет их детям удачу. Второй ребенок родился в День Конституции, так совпало. Будем надеяться, что это и поможет жизни. Детки, родившиеся 28 июня, родились через естественные родовые пути, как говорят акушерогинекологи. То есть это были, все роды были нормальными. Ни одной операции кесарево-сечения не было проведено. В Макеевке подобная акция прошла впервые, рассказывают депутаты. Однако в будущем поздравлений новорожденных в День Конституции планируют сделать традицией. Видим прекрасное радушие, радость рожениц. Хочется им пожелать любви, теплоты, здоровья. Потому что очень жалко, что в городе Макеевке родилось только 12 детей. Но никак не 15, потому что эта цифра бы совпадала. За пять месяцев 2011 года в роддомах Макеевки родилось порядка 1700 малышей. Это на 150 больше, чем в прошлом году. Сегодня город занимает третье место по количеству новорожденных в Донецкой области. Александр Бойко, Светлана Киктева, Руслан Новиков, Панорама. Светлана Киктева, Руслан Новиков, Панорама.